Друзья мои, всем привет! В этом видео нам предстоит багетить через керамогранит в ванной комнате. А как это сделать проще, я вам покажу дальше в этом видео. Сверлить нам теперь ничего не нужно. Поехали! Решил провести небольшой эксперимент, как Titan Colorfix будет держать багет на керамограните гладком, на профиле, на пластике. На керамограните шершавом и на отштукатуренной стене. Сейчас я все это обезжирю с помощью обезжиривателя. Вот такой вот обезжириватель. Нанесу клей на багет и приклею сюда, 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 сюда и туда. Посмотрим. Обезжириватель. Обезжирили. Обезжирили. Тоже готово. Ну и тут нанесли. Кстати, багет тоже надо будет обезжирить. Для чего мне это нужно? Хочу узнать, насколько прочное это будет соединение, если, допустим, его нужно будет применить как-то нестандартно. Поэтому все-таки эксперименты это первое, что должен делать каждый мастер, когда использует какой-то новый материал. Сразу работу убрать не стоит, поэтому экспериментируем для начала с Titan Colorfix и смотрим, что у нас получится. И так наносим клей. Клей нанесли. Ну а теперь приклеиваем. Так. Приклеиваем и выдавливаем излишки. Производитель заявляет, что через 40... Оба! А где я здесь наносил? В принципе неважно. Через 40 минут клей схватится и можно его отдирать. Так. Сейчас время у нас 15.10. Все. Засекли в 15.50. Соответственно, у нас это все должно схватиться и мы должны его попробовать отодрать. Если у нас это не получится, значит, все хорошо. Пока отсчет времени пошел. Все заготовки у нас зафиксированы. Эксперимент продолжаем. Готово. Итак, друзья, продолжаем эксперимент. Время сейчас у нас 16.11. То есть прошел ровно час после того, как мы приклеили багеты к основаниям. Плитка, железо, пластик. Кстати, я добавил еще фанеру и на стене. Ну вот здесь вот этой фанере, короче, где-то минут 50. Поэтому с нее пока начинать не будем. Давайте начнем мы с этого кафеля. С этого керамогранита. Берем стамеску и сейчас нам нужно каким-то образом ее отделить. Ух ты! Жестко, жестко. Ладно. Короче, он так вот снаружи вроде такой мягкий, но не поддается. Не поддается. Ага, все. Так, полностью не застыл, но отошел с трудом. Пока он еще даже жидкий, мы можем его повторно приклеить. Так, повторный эксперимент. Ждем сутки. То есть на следующий день мы его будем повторно отдирать. Так, отсюда отошел. Убираем. Так, пробуем дерево. Здесь у нас впитываемость материала хорошая, поэтому должна была застыть быстрее. Ну, в принципе, отодрать ее тяжело. Приклеилась хорошо. Но наша задача отодрать, поэтому будем отдирать до конца. Ага. Так, видим. На пластике, на багете практически ничего не осталось. Все осталось на дереве. Вот. Но высохло, держится крепко. Это хорошо. Убираем. Так, теперь наш шкафель, где мы закрепили багет в ванной комнате. Так, здесь такая же ситуация, до конца не застыл. Ладно, отдирать дальше не буду. Ждем до завтра. Профиль. Здесь тоже у нас впитываемость никакая. Соответственно, желаемый результат ждать до завтра. Так, ну я думаю, с пластиком все понятно. Здесь тоже самое. Ага. Ждем до завтра. Так, ну и последнее, что у нас здесь есть, это стена. Вот со стены как раз что-то у нас отошел. Отошел. Но самое интересное, как? Отошел он прям со шпаклевкой. Ну и чуть-чуть материал, конечно, остался. То есть вот этот вот клей остался и на стене, и на багете. Ну впитываемость тоже хорошая, поэтому впитался и зафиксировался. Отлично. Эксперимент продолжается. Продолжим завтра. Итак, сейчас уже время у нас 12.33 следующего дня. Теперь то, что мы оставили вчера для дополнительного времени на высыхание, мы будем проверять, как сцепилась наша заготовка с нашим основанием. Наш багет приклеился ли он к пластику, к керамограниту такой менее рифленому и к керамограниту более рифленому. Сейчас мы попробуем все эти три заготовки в виде багета отодрать. И уже в конце сделаем резюме по этому клею. Где, кстати, он? Вот по этому клею. Titan Fix Color. Насколько он прочный и что с ним можно будет делать. Кстати, я его взял для того, чтобы сделать натяжку в ванной комнате без сверления. Об этом будет отдельное видео. Посмотрите обязательно. Я думаю, будет интересно и полезно тем, кто занимается монтажами натяжных потолков, либо тем, кто хочет этим заняться. Короче, заканчиваем наш эксперимент с этими тремя кусками багета. О том, что было, приклеился ли багет к металлу. А, кстати, еще, да, металл же у нас остался. Я что-то забыл у него. Его, кстати, тоже. Вот четыре компонента, которые нам нужно проверить. А деревяшку мы проверили вчера. И стена тоже была уже вчера. Ну, давай, продолжим. Так, ну что ж. Первый у нас багет приклеенный, повторно приклеенный к керамограниту. С менее шершавой поверхностью. Короче, сложно. Тут даже еще до конца клей не застыл. Вот, на пальце даже замарал. Ну, короче, держится надежно, плотно. Хорошо. То есть спустя практически сутки можно его с трудом отклеить от такой поверхности. Палец только замарал. Так, ладно. С этим эксперимент закончен. Теперь у нас пластик. Пластик. Ну, с пластиком немножко беда. То есть немножко полегче. Отошел. Но в итоге все равно он имеет такое клейкое свойство. Он еще до конца не застыл. Впитываемость поверхностей нулевая. Соответственно, влаге некуда просто было уходить. Ну, если еще сутки, наверное, постояло бы, мы бы вообще не смогли его отодрать. Ну, по крайней мере, по крайней мере, главное, что результат есть. Багет хорошо приклеился и при натяжке, в общем, он вполне вероятно, что будет держать. Так, металлический профиль. Металлический профиль. Значит, пробуем отодрать багет от него. Так, здесь также мы видим то, что не весь клей высох до конца. Вот здесь он еще сырой. Так, здесь на поверхности тоже сырой участок. А в основном клей практически засох. И отклеить багет от профиля тоже было немножко сложно. Так, судя из этого, можно сказать то, что клей достоин носить название хорошего клея, быстро твердеющего, быстро схватывающего. То есть, на него мы сможем приклеить багет к потолку, а после натянуть потолок. Кстати, это эксперимент тоже у нас будет. Так, ну и финишный вариант, тот кафель, тот керамогранит, куда мы приклеили потолок. То есть, багет, куда мы будем натягивать потолок. Не знаю, сколько килограмм на квадратный метр я сейчас предлагаю, но довольно-таки плотное усилие. Поэтому я так делаю, как бы вытягивал его потолок. Ну, то есть, даже давайте вот так. Потолок у нас вытягивает вот так. Смотрите. Вот. То есть, багет гнется, но при этом не отклеивается от поверхности плитки. Вот. Даже весь багет изогнулся. Соответственно, даже если мы натянем потолок с такой силой, он у нас будет держаться. Сейчас на максимум сейчас попробую вырвать. Ах! Во! Вырвал. Но это вообще нереально просто. Я сейчас загнул потолок. То есть, багет. Основание у нас еще до сих пор сырое. Клей здесь и здесь он не застыл до конца. Получается, багет держался только за счет того, что у нас было нанесено по краям. Но, как мы видим, то, что с такими усилиями, какое я приложил здесь, потолок настолько у нас не тянет. То есть, соответственно, получается, можно сделать вывод, то, что надежное скрепление, сцепление должно быть багета с поверхностью данного кафеля, керамогранита. И потолок у нас должен работать, должен стоять. Все. Окончательный вывод, завершающий эксперимент в том, что клей, клей Titan Colorfix пригоден для монтажа и для склеивания поверхностей. А теперь завершающий конечный этап, это натяжка натяжного потолка в ванной комнате. Посмотрите этот ролик до конца и также посмотрите, каким образом я клеил багет на этот титан в ванной комнате. Как я это сделал, это будет отдельное видео. Ссылочка будет в углу. Если вы хотите, то ссылочка еще будет в описании. Загляните, посмотрите, будет интересно и полезно для всех. Все. Так, в общем, эксперимент закончен. Можно поставить жирную точку. Класс! Лайк! Спасибо Титану за такой вот надежный клей. Мы его использовали. Попробовали. Я думаю, в дальнейшем мы также будем им пользоваться. Обязательно посмотрите видео про то, как я сделал вот этот вот монтаж багета на Titan Cray Coral Colorfix. Как это происходило, что я при этом делал, как я все это сделал. Ну, в общем, посмотрите, напишите в комментариях ваше мнение, ваши отзывы, ваши пожелания. Все, что вы хотите сказать мне, вы можете написать в комментариях под этим видео. Также не забываем подписываться на мой инстаграм, контакт. Также, в общем, на все ссылки будет, на все мои аккаунты ссылка будет в описании под этим видео. На этом все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. Пока-пока. Смотрите дальше.